В любом случае, я хочу приветствовать всех наших гостей, которые к нам приехали посмотреть Одессу, море. Добро пожаловать! Те, кто хотят посмотреть нас по любопытству в прямом эфире, добро пожаловать! Мы попали в еврейскую мессианскую общину, где евреи и неевреи служат Богу Авраама, Ицааха и Иакова. Где мы уважаем друг друга, почитаем друг друга, где мы служим друг другу и где имя Ишуа Мессии превозносится. Он есть наш Мессия, умерший за нас и воскрешен для нашего оправдания. В это мы верим. Амин. Добро пожаловать и тех, кто у нас в гостях. Спасибо, что вы пришли, зашли к нам. И после собрания хотели бы с вами еще поближе познакомиться и сказать вам здравствуйте, добро пожаловать. Дорогие друзья, я, как вы поняли, я продолжаю такую тему, которую мы затрагивали очень, почти нескольких недель. Пойти на принцип. Что это значит? Принцип. В прошлый раз мы с вами говорили о Божьем Шаббате. Кто из вас помнит, о чем мы говорили? Конечно, кто же сказал о Шаббате. Но вопрос здесь очень интересный. Что фактически мы не говорим как Шаббат, как некоторый день, хотя это очень важно. Но Шаббат нас не спасает. Спасает кровью Ишуа Мессии. Исполнение заповедей делает наш характер таким, чтобы мы принимали то слово, которое от Бога верили ему и делали нас узнаваемыми людьми. Это делает наш характер. Но спасаемся по милости, благодати Ишуа Мессии, который пришел в этот мир, добровольно умер. Мы говорим о 10 заповедях уже до протяжения нескольких недель. И в прошлый раз мы затрагивали тему о Шаббате как принцип покоя и важность его соблюдения. И я уверен, что те, которые начнут и начинают или уже практикуют данный день покоя для того, чтобы отделить его, сделать его святым от всех других будней, я верю, что люди получают огромнейшее благословение. И некое такое свидетельство, хотя негативное, но показывающее, что на самом деле, когда ты делаешь обещание Богу, исполни его. И делай его с чистым сердцем, не жалея о том, что ты что-то приобретешь или не приобретешь. Сегодня немалая важная тема, которая не случайно следует за Шаббатом. Заповеди о покое, да, мы говорим, это некий переходный период. Это отношение, как бы разделяющая линия между Богом, да, мы говорим о том, что мы должны давать Богу то, что должно, день субботний, да, это светить его. А также это переходная часть к отношениям с людьми, потому что не суббота для, вернее, не человек для субботы, а суббота для человека. Вот этот момент очень интересный. Но перед тем, как я начну дальше развивать тему, я хотел прочитать вам отрывок из тракта Авод, то есть по учению отцов. Где есть интересная мысль, которая, мне она понравилась, это то, что читается во всех, можно сказать, в синагогах, читается в учениях, в их школах. Раби Элезер Бен Яков говорит, тот, кто исполняет одну заповедь, созидает в себе одного защитника, а тот, кто совершает проступок, создает в себе одного обвинителя. Раскаяние и добрые дела, словно щит, оберегают от бедствий. Как интересно, правда? В связи с заповедями, здесь говорит такую интересную мысль. Человек, который хранит и исполняет одну заповедь, приобретает в себе одного защитника. И я четко понимаю, что заповеди Господни, принципы, по которым мы живем, становятся нашим безопасным местом. То, за что мы не можем перейти, становится нашей защитой. Наверное, по причине того, что человек, без опыта живущий на земле, не имеет отношения с принципами, ему легко нарушить любую заповедь. Желание благополучия у нас всегда есть. И процветать мы хотим, заглушить жить хорошо, никогда не сможешь. Разве что ты отдельно сделал какое-то посвящение, да, посвящение, положил в сердце свой такой аскетизм или же отшельничество. Но вообще-то принцип такой, что я вообще не понимаю, зачем это люди делают. Потому что наш Бог хочет, чтобы его народ, он процветал. Наш Бог, Бог Авраама, Ицаха, Яков говорит, я дам тебе эту землю, которая течет молоко и мед. Если бы Бог хотел, чтобы мы только были в затронничестве, только искали его лица, только трепетали, исполняли всякую заповедь, заповедь, чтобы мы только кушали одно зерно или что-то еще делали, он бы нас сразу сказал, тише, когда вы пьете эту землю, где пустынно, где ничего нету, живите, чем вам Бог пошлет. Да? Но на самом деле, он говорит, я дам тебе землю, которая течет молоко и мед. Хочу, чтобы ты процветал. Хочу, чтобы ты был благословен. Когда ты будешь следовать заповедями, то ты будешь благословен. И это, наверное, является причиной, почему мы говорим с вами о принципах жизни. Потому что мы хотим быть преуспевающими, мы хотим иметь благословение, мы хотим жить и жить хорошо, а жить хорошо не запретишь, ведь Бог этого хочет тоже. Но есть те принципы, которые дают нам возможность иметь благословение в своей жизни. И самое главное, не роптать. Вопрос такой очень интересный. Почему на вершине отношений с Богом теперь мы видим и заповедь о почтении родителей? Почему на вершине отношений с Богом и людьми мы видим важность почтения к старшему поколению? Почему после заповеди о шабате, где идет переходный период, мы говорим между Богом и человеком, отношений с Богом и человеком, идет следующее, которое говорит нам, что мы должны и обязаны почитать наших родителей. Я могу сегодня прямо заявить мое понимание. Отношения и почтение и почтение родителей начинается с почтения покоя этими же родителями. Понимаете, о чем я говорю? Нет? Когда мы, 90% того, что дети видят, что они в доме, что делают родители, что делают братья или там сестры, или же бабушка с дедушкой, 90% всего то, что они видят, они применяют в своей жизни. И в этом случае поведение в шаббат, поведение отдыха, покоя, дает возможность людям или подрастающему поколению увидеть благословение в этом и научиться в этом почтении родителей. Почтение родителей начинается с родителей, которые почитают День Господень. Если есть почтение к этому дню, и дети видят это, они принимают как губка, они себя впитывают и выдают это все вперед в нашей жизни. Псалом 138, 13, 16 стих говорит. Ибо ты устроил внутренность мою, соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Не скрыто были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Эти слова говорят нам о том, что Бог не просто хочет дать нам знать, что мы были сотворены в глубине тайны Божьего предозначения. Он не просто хочет сказать, что твое рождение в этот мир важно для меня, и я запланировал для тебя свою жизнь. Но он говорит также, что не только я хочу тебя благословить, но хочу дать тебе принципы, чтобы ты был благословен. Почтение старших делает нашу жизнь благословенной и долголетней. Итак, несколько принципов. Зачем нам почитать родителей? Зачем нужно и необходимо почитать родителей? Конечно же, все будут сказать, чтобы жить долго. Это правильно. Правильно. Но жить долго и хорошо не запретишь, правда? Но самое интересное. Первое, что дает почтение родителей, это веру. Почтение родителей дает веру. Исход 20 глава, 12 стих. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог дает тебе. И интересно, что это пятая заповедь, которую Господь дает Израилю, дает у горы Хариф, да, дает перед тем, как ввести их в землю обитованную. Мы понимаем, что заповедь дана была всему народу. И скажите, заповеди менялись за это время, пока не вошли в Эрец Израиль? Нет. И эти заповеди, они оставались живы. Но если мы вспомним, что в землю обитованную, да, вошли люди, которые были чуть-чуть, как бы, ниже, меньше 20 лет. Все, кто были выше 20 лет, остались ожидать воскресения из мертвых, кроме, конечно, Иисуса Навина и Халева. Понимаете, почему? Может быть, не понимаете, но я хочу вам указать это. Те люди не почитали заповеди, и по этой причине, по причине непочтения заповедей, они не вошли в землю, которую обещал Бог Аврааму. Суть принципа, предлагаемый Богом, прост. Почтение с детства родителей вырабатывает почтение к власти в доме и в обществе. Если ты почитаешь родителей и научен почтению родителей с детства, в форме шабата, почтения заповедей, то тогда твое возрастание будет утверждено в почтении твоего дома и власти, то есть общества, в котором ты воспитан. Если ты почитаешь власть общества, которое следует за заповедем Бога, тогда ты почитаешь власть Бога в твоей жизни. Потому что они своемосвязаны. Если ты почитаешь Бога исполнением заповедей, тогда ты веришь в Него и доверяешь Ему. Помните, мы говорили о шабате? Это время доверия, время чуда сверхъестественного. Евреям 3,19 говорит. Итак, видим, что они не могли войти из-за неверия. Из-за неверия они не могли войти. Во что они не верили? Не верили Богу, что данные заповеди, они важны и специально они даны, чтобы мы имели жизнь хорошую и жизнь с избытком. Если бы мы хотели увидеть веру, то я бы сделал несколько мест писаний, которые связаны именно с почтением. Марка 6, глава с 1 по 6 стих. Это Брихаташа, Новый Завет. «Оттуда он вышел и пришел в свое Отечество, то есть пришел туда, откуда он был родом. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие слышали, изумлялись, говорили». В этом слове «изумлялись» не идет положительно. Какой человек! Наоборот, ничего себе! Здесь идет негативный контент. Такой вот, изумлялись. Откуда у него это? Что это за премудрость дана ему? И какие такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Мирьям, брат Якова, Иосифа, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнились о нем. «Ешуа сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и у сродника в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки и исцелил их. И дальше сам Бог удивляется их неверию». Вы слышите, нет? Момент очень интересный. Что, по-вашему, именно послужило неверию людей? И сам Господь удивляется их неверию. Что послужило их неверию? На ваш взгляд, что? Почтение разрушает веру. Непочтение разрушает веру. Почтение, наоборот, усиливает веру. Когда мы почитаем своих родителей, особенно отца, и когда папа говорит, «Сынок, доверяй мне, пойди, сделай, и ты будешь успешный». У нас есть вера в слова отца, который посылает меня делать то, чего я не вижу, и происходит то, чего я не знаю, потому что я верю, что мой отец посылает мне доброе дело. Непочтение уничтожает веру. Унижение других не позволяет Богу помогать нуждающимся, если они не имеют правильного отношения к власти. Я вам почитаю несколько переводов этого местописания, 4 стиха, из разных источников. Перевод Лудковского. Ишуа сказал им, нигде не презирают пророка, но только в отечестве его, среди родных и в доме его. Перевод Кулакова. Ишуа говорит им, не почитают пророка только в его отечестве, среди его родственников и в его доме. Перевод слова жизни. Ишуа сказал, пророка уважают везде, только не на его родине, не в доме и не среди его родственников. Момент такой здесь очень интересный, потому что среди родственников они говорили, секундочку, разве мы не знаем того, что у них в доме происходило? Разве мы не знаем Иосифа? Разве мы не знаем его сестер? Разве мы не знаем Мириам? Знаете, что это говорит? О том, что они были ознакомлены с жизнью этой семьи. А как часто бывает, когда мы знакомы, среди даже друг друга, когда мы в общине знаем друг друга, приходит чувство, мы называем это межпаха, да? Такое, это семья, это хорошо. Но с этим словом, с семейными отношениями, чувствами, есть такое слово, как фамилиарность. Кто знаком таким словом? Слово фамилиарность происходит из слова семья. И когда в этой семье мы слышим, как делает отрыжки мой брат громко, я понимаю, я его знаю. Когда в этой семье есть ссоры, есть разногласия, когда с своими братьями мы настолько ругаемся, когда мы и дети друг другу в нос так стоят, говорят, попробуй, попробуй, и мы все понимаем, когда ты пытаешься в семье что-то сказать, и сказать, послушай, ты поверь, ты сделала, но просит тебя прощения, твой брат или твоя сестра, надувая такое выражение, я ей не верю, потому что я хорошо его знаю. Когда у человека нету почтения к власти, особенно к старшим, тогда нету веры, потому что мы очень знакомы с тем, что они делали. Так, как и у нас наши родители. Иногда у нас есть непочтение к родителям, потому что мы знаем их поведение, как они себя ведут. Одно дело, когда родители неверующие, мы говорим, да, халдеи, а другое дело, когда они еще и христиане, когда верующие, когда они тебе цитируют Писание, каждое утро, а потом по-другому поступают. Вот здесь интересный момент, Бог говорит о том, чтобы мы почитали своих родителей. Вот интересный сюжет, который происходит дальше, и описывает Матфей, 8 глава, с 8 по 10 стих. Я не буду читать все, но это история с сотником, который итальянского полка, или итальянского полка, который приходит к Ишу и говорит, слушай, у меня болен мой слуга. Он говорит, ну, ну, хорошо. Он говорит, скажи слово, и он исцелится. Потом он говорит, подожди, подожди, как это так? Он говорит, скажи слово, потому что я знаю, что такое власть. Говорю одному, он идет, говорю, что он пришел, приходит. Я сам под подчиненный, я знаю, когда моя власть мне говорит, что делать. Другими словами, почтение власти, почтение власти производит веру. В чем это происходит? Когда человек, даже в этом термине военном, он подчиненный, как военный начальству, у него есть доверие начальству, уважение. Начальство сказало стать, все стали кругом, все кругом сделали и исполняют. И у них есть вера в то, что они исполняют, это правильно, это надежда. Вот здесь вот как раз и информируется понимание, почтение старших. Сотник понимал почтение власти, поэтому и говорил о том, чтобы просто скажи слово, просто скажи слово и исцелится раб мой. Услышався, я еще удивился и сказал, идущим за ним, истинно говорю вам, в Израиле я не нашел такой веры. Вера строится на почтении. И я вам скажу честно, хотите быть процветающими, хотите быть счастливыми людьми, вам формула, формула почтения. Почитайте друг друга, почитайте власти, почитайте родителей, и это приведет вашу веру на другой уровень. Тогда чего не вопросите у отца вашего, оно дастся вам. 1 Петра 2,17 говорит, всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя что? Чтите. Здесь момент такой очень интересный, почтение родителей связано с почтением власти, оно связано с верой. Это принцип, этому принципу учит наш Бог. Мы слышали, такие выражения есть. Что хочу, то и делаю. Да? Мне даже моя мама не может что сказать. Кто вы вообще такой? Слышали такой, да? Кто ты такой? Что хочу, то и делаю. А есть другое выражение. Родительское слово для меня закон. В чем разница? В чем разница? Вы знаете в чем? В состоянии, где человек находится. Чаще люди, которые говорят, типа, никто мне не указ, находится в тюрьме, либо в очень далеких местах. А те, которые послушны, чаще всего становятся успешными и выполняющие свое дело. Почтение производит благословение. Почтение старших, старших или почтение родителей всегда приносит благословение. В Брид Хадаша, в Новом Завете, эта же заповедь повторяется, послание к Ефесянам с неким утверждением неизбежной или цели Бога относительно наших отношений с старшим поколением. Ефесянам 6, 1 и 3. Дети повинутись своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твою и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Детям есть наказ в Новом Завете, как это говорится и в Ветхом Завете, то есть в Танахе. Фактически Новый Завет делает, опять же, тот же акцент, говорит о том, что фактически, имея милость и благость Господа, вешу Мессии, цель подростков, цель детей не меняется. Она должна основываться на почтении родителей. Детям наказано делать две вещи. Быть послушаннее и почтительными. Две вещи, которые требуют уже Новый Завет. Быть послушными и почтительными. Вы скажете, а зачем? Какая разница между почтительностью и послушными? Я вам отвечу, почему. Когда вы, дети, находитесь в доме ваших родителей, вы должны их слушаться в доме на их правах, на их условиях. Дети должны быть послушны своим родителям. Да? Дальше, почему? Потому что, когда ты вырастешь, когда ты вырастешь и будешь иметь свою семью, тогда придет почтение родителям, потому что ты поймешь все то, что ты им сделал за те все вырванные годы. Вы понимаете, нет? Послушание и почтение. Независимо от вашего возраста. Потому что, на самом деле, когда ты становишься послушным родителям, тогда ты понимаешь, что столько они тебе вложили. И когда твои дети делают то, ты учишь их тем же, ты говоришь, Господи, почтение родителям. Посещать их, уважать и общаться. В чем заключается почтительность родителей? Многие говорят, чтобы долго жить. В чем суммируется почтительность родителей? Будешь долголетен на земле. Согласен с вами. Конечно, согласен. Но знаете что? Там написано, и будет тебе благо. Зачем жить долго и плохо? Зачем жить долго и плохо? Хотя многие так, может быть, и живут. Жить хорошо не запретишь. Но жить хорошо и долго – это уже для тех, кто исполняет пятую заповедь. Почитай родителей. Услышьте, может быть, вы не увидите этот концепт или же тот принцип, но очень важно это увидеть. Как служитель, как пастор. Я встречаюсь с людьми, которых провожу через консультирование, общение с ними. Я вижу семьи, в которых есть дети. Разные дети выросли, они на моих глазах. И я вижу детей, которые одни по жизни преуспевают, да, у них все, ну, как, не все, но, ну, так, хорошо у них получается. А у других в той же семье выросли. Все, что не возьмется, все у него не так. Все не слаживается, все не так идет. И я вот думаю, в чем проблема? Выросли в одной семье, одни какие-то принципы. Конечно же, родители не святые, у них свои проблемы, у них свои ситуации, но одни, которые выросли, имели те же самые проблемы с родителями, да, относились к родителям с почтением и уважением, понимая, что и родители, иногда плотские, а другой человек, другой там, сын, дочь, они наоборот относились к пренебрежениям к родителям. Так какие они? Пускай посмотрят на себя. И так далее. И вот это пренебрежение осталось в их жизни, и их неуспех связан с тем, что они говорят и как они относятся к родителям. Есть много писаний по поводу этому вот послушания. Не только послушание в отчим доме родителям, но и хритически и начальство. Римлянам 13 глава 1 и 8. «Всякая душа да будет покорна, то есть, высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующая же власть от Бога установлены. Посему, противящиеся власти противятся Божьему становлению, а противящиеся сами навлекут на себя что? Осуждение». Я понимаю, что чаще всего о семье, о родителях, о старейшинах и старших людях об этом не говорится. Чаще всего это ссылочка на власти мира сего. Конечно же, не всякой власти мы должны вообще почти должны, всякой власти, но если тебя, как в Советском Союзе, пытались, чтобы ты отрекся от Мессии, быть неверующим, предавать и так далее, то я не думаю, что это правильная часть послушания. Но я не об этом говорю. Говорю о том, что есть логический смысл в том, что каждая душа должна быть покорна. Слово «покорно» здесь слово, которое употребляется, тоже термин военный. И военный термин означает подчиняться без, что? Безговорочно. Беспрекословно. Безоговорочно. Капитуляцию. Безоговорочно. То есть ты подчиняешься безоговорочно. То есть никаких вопросов. Здесь именно используют этот момент. Противящийся находится уже в осуждении. Если ты внутри уже осуждаешь, противишься, ты уже находишься на том состоянии, где твоя плотина вся говорит о том, что ты не согласен. Но если ты противишься, тебе не только Бог противится, тебе противятся люди, потому что люди судят нас по нашему отношению к нашим родителям. Вы замечали это? Нет? Чаще всего, я честно вам скажу так, я говорю своим детям простую вещь. Ты хочешь жениться, хочешь выбрать себе девушку, которая тебе будет подходить и так далее. Пойди туда, посмотри, как она относится к своей маме. Если ты будешь видеть, как она относится к маме, таким же образом она будет относиться к тебе. Если есть пренебрежение, если есть, как бы сказать, то иди ты, если я сама знаю, поверь мне, она тебе через пять лет или три года, или через год то же самое тебе скажет. Я вам даю секрет успешно выйти замуж или жениться. Посмотрите, как ваши будущие супруги относятся к своим родителям. Таким же самым образом они будут вести себя в семье. Лука, 2 глава, 52 стих. Ишуа же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и людей. Каждый из нас хочет быть преуспеванием. Мы хотим быть похожи на Мессию, преуспевать, как Он преуспевал, да? Но знаете, в чем секрет его преуспевания? Мы увидим это в 51 стихе. Он пошел с ними, пришел в Назарет и был в повиновении у кого? У них. у родителей. Дорогие мои, в Новом Завете есть формула преуспевания. И это правило находится в послушании, подчинении к почтению родителей, почтению власти. Хочешь быть преуспеваем, хочешь быть благословен, будь почтительным. Почитай своих родителей, власти и особенно духовную власть, народную власть, если вы находитесь в думе. Исход 21 глава 15 стихи 17. Кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти. Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти. притча 20-20. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы, когда трудно будет, все заглохнет. Римлян 1-30. Злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательное зло, непослушные родители. Это мир. Как рисует Бог мир этот, он показывает, что они вот такие. Даже 2-ое послание Тимофеев 3, 3-я глава с 1-го по 5-й стих. «Знай же, что последние наступят времена тяжелые, ибо люди будут самолюбивы, сраболюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны». Мы хотим быть успешны, мы хотим процветать, мы должны иметь отношение с нашими родителями. В Танахе есть много мест, которые начинаются с перечисления того, что те, кто неправильно относятся к родителям, не почитают родителей. Места, где говорится о том, как люди закачивают свою жизнь, не будучи послушны, или же не почитают родителей. Но все же есть то поколение, которое очень удивительно. оно сегодня может быть вокруг нас, оно было наверное тогда, где люди поднимали свой голос против родителей, против почтения той власти, которую Бог дал в их жизнь. Поколение, которое не почитает своих родителей, имеет одну большущую проблему, проблему, которая называется «дай, дай, дай и много». «Дай, дай, дай и много». Если ты меня родил, если ты решился на то, чтобы меня родить, теперь и обеспечивай. Почтение родителям в этом мире начинается с того, чтобы дай мне только, сколько я хочу. Это манипуляция. С этим сталкивается и Танах. Притча 30 глава с 11 по 17 стих. Начинается оно с тем, что непочтение родителей и заканчивается с выводом или же наказанием за непочтение родителям. Что-то между ними происходит, где многие теологи, не знаю, как его связать между ними, стихами, но если почитаем, мы поймем, почему это происходит. Если ребенок не наставлен почтению к родителям, к Торе, к Слову Божию, к народу, к старцам, к почтению и к взрослым происходит что-то в их жизни. Я буду читать из современного перевода. Некоторые говорят против отцов своих и не уважают матерей. Есть люди, думающие хорошо о себе, когда на самом деле они плохи. Есть такие, кто думает, что они намного лучше других. Есть люди, зубы которых подобны мечам, а челюсть словно ножи. Время тратят они на то, чтобы все отбирают у бедных. Некоторые хотят забрать все, что могут получить. Они всегда говорят давай, давай, давай. Есть три вещи, которые никогда не насытятся. Даже четыре, которые всегда всего мало. Место смерти бездетная женщина, пересохшая земля, жаждущая дождя, горящее пламя, которое не останавливается. Будет наказан любой, кто смеется над отцом или мать не послушает свою. Так же плохо будет ему, как если бы глаза его выклеивали стервятник или дикие птицы. Знаете, когда молодое поколение, молодые дети или дети не растятся в Доме Божьем на основе Слова Божьего, когда почтение родителям не поднимается на уровень почтения и общества, тогда происходит то, о чем здесь написано. Тогда люди становятся о себе высокого мнения. Они думают, что они лучше других. Тогда становится то, что они пытаются отобрать и быть наглые и быть в состоянии деспотов, чтобы насытить свое чрево. Когда нет уважения, почтения, тогда есть моменты, когда они просто не могут или не хотят получить некое Божье благословение, а сами пытаются отобрать у людей временное такое богатство. Как Писание говорит, будет наказан любой, кто не почитает отца и мать, не почитает власти, не почитает то, что Бог поставил выше. Такое поколение не выросло на понимании по почтению слова и почтению родителей. Даже если эти дети или взрослые люди, которые выросли в верующей семье, что самое трудное, на самом деле больше всего мне достает, когда трудно мне общаться с людьми, которые выросли в христианских церквях. Потому что у них есть обида и отношение к родителям превзятое по причине того, что те, будучи верующие, не выполняли свои обязательства. На самом деле, когда даже родители не почитают заповеди Господние, особенно почтение Дня Господнего, когда они не проводят время с своими детьми, когда они учат их Торе, тогда, конечно же, сложно иметь почтение. Но почтение не только к родителям должно быть, но и ко всем другим. Ко всем, как бы я уже читал 1 Петра, всех почитайте. Не только родители, нужно почтение для всех. Почтение производит твое предназначение. Другими словами, почтение других, особенно родителей, формирует твое предназначение, кем ты будешь. Второзаконие, 5 глава, 16 стих. Другими словами, у каждого из нас есть обетованная земля, у каждого из нас есть то место, куда мы предназначены, куда мы стремимся, где наша цель, у Бога есть для нашей цели. Есть люди, которые в общине, их цель эрит израиль. И слава Богу, я считаю, что это обетование Божие, обетование от Бога, но точно вы должны знать, что Бог вас туда ведет. Если это да, вы должны это сделать, это ваше предназначение. Есть люди, которые видят себя в совсем другом месте, может быть, не в зоне Одессы, Одесской области или же той работы, где вы находитесь. Может быть, вы желаете где-то в другом месте переселиться, там, где нас нет. Но я хочу вам сказать, Бог не заинтересован в том, чтобы ты заработал много денег и сидел, ждал, пока вся жизнь пройдет. Он заинтересован, чтобы ты относился правильно к людям. Есть призвание, к которому мы стремимся. Но многие скажут, о, моя обетованная земля – это небо. Вот то, что я могу мечтать о небе. Друзья, сразу сделаю такую оголоску. Параллель не очень хорошая. Потому что обетованная земля – это земля, которая не просто была обещана Богом Израилю. Это была земля, в которую нужно было войти и путем силы приобрести. Да? И здесь на земле мы должны приобрести. В небо это там нету ни болезней, там нету ни врагов, там нету ссоры, там нету вашего соседа, который вас обзывает, там не будет его. А здесь на земле мы не можем сказать, что это наша цель неба, это мое предназначение. На самом деле обетованная земля – это победоносная жизнь верующего человека, который побеждает всех тех врагов, которые поднимаются на душу его и становится победителем. И чтобы быть победителем, нам нужно иметь принципы, принципы, которое живет внутри нас. И Матфея последнее, буду зачитывать, 15 глава с 1 по 8 стих. Когда приходит Кишуа, тогда приходят Кишуа иерусалимские книжники и фарисии говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают руки свои, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем? И вы приступаете в заповедь Божию ради предания вашего, ибо Бог заповедовал «Почитай отца и мать». Воссловище отца или мать сметью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу тот, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устраняете заповедь Божию преданием вашим. лицем лицемеры хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди си устами и ждут меня языком, сердце же их далеко стоит от меня. Почтение это не только разговор вашими губами говорить, почтение это действие и выполнение того, что у вас сердце, потому что от избытка сердца, говорят, уста. Я верю, что мы должны это понимать. Ишуа отвечает людям, говорит, вы делаете то, чтобы приближать устами Бога, а ваши дела, ваше состояние далеки. Эти люди говорили, что почитают Бога, но все же, что они думают? А что мы думаем о людях? Как почитать тех, кого, знаете, не хочется почитать? Как почитать тех, кто для тебя не был хорошим примером в жизни? Как почитать тех, которые были для тебя на самом деле язычником, отвечать верующим? Как почитать тех, которые тебя каждый раз унижают и говорят твой адрес всякие слова? Честно, не знаю, но я знаю точно, что это наш выбор. наш волевой выбор, выбор, которому склонен Бог, выбор, который мы должны сделать своей жизнью, что независимо от наших чувств, что мы чувствуем о человеке, о наших родителях, власти, мы должны сделать выбор, который дает нам Бог почтение друг друга, почтение родителей, почтение ради благословения. И это усилие, которое мы прилагаем, Бог делает сильным, то есть Он выходит нам навстречу. Бог предлагает нам усилить наше стремление на почтение наших родителей. И если мы усилием это отношение, тогда мы сможем восхитить это Царство. Не только на небе, но и здесь, на земле, тут, на земле, мы можем получить мир, радость во Святом Духе. мы можем иметь отношение. Вы выбираете, как это сделать. Знаете, в моей жизни моя семья, я не могу похвастаться ею сильными такими успехами. И отношения с моими родителями были идеальными. Во многом я не помогу подражать своему отцу, и, наверное, не хотел бы, одним словом, он вырос в СССР, но вы никогда не услышите от меня какого-то кривого слова о нем, слово, которое было для унижения моего отца. Потому что я знаю, что этот человек дал мне столько, сколько он мог дать, и Бог научил меня больше. Почитание его сделало меня тем, кем я есть. Почитание моих родителей сделало меня тем, кем я есть. и настолько успешно, сколько я есть. Нам нужно перестать думать, что заповеди Божьи устарели, устаревший старый хлам, нафталином пропавшийся. Нам нужно поменять наше мысление и думать о том, что этот закон, эти заповеди, они смоделированы для того, чтобы быть долго, знаете, долго существующими, или даже которые построены на века. Эти заповеди хорошо продуманы и они надежны. Надежны для нашего отношения. Еще раз скажу и последнее. Почтение родителей начинается с почтения покоя. Войти в покой Божий, иметь отношение с Ним. И это сделает нас сильными, сделает нас успешными. И последнее несколько стихов почитаю. Итак, давайте всякому должное. Кому подать, подать. Кому оброк, оброк. Кому страх, страх. Кому честь, честь. Не оставайтесь должниками никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполняет закон. Нам нужно любить своих родителей. Независимо от того, насколько может быть они вас раздражают. Независимо от того, насколько они пытаются вас учить в вашей жизни. Терпение спасать души ваши. И почтение родителей. Если вы просто возьмете это как основу, не только чтобы дольше жить, а чтобы было тебе хорошо. И когда тебе станет хорошо, и ты будешь жить долго, и научить своих детей, детей, то наше общество, в котором мы живем, и мы учим наших детей этим заповедям, этим основам, этим принципам, смогут изменить и наше общество. Я к этому призываю. Принцип почтения родителей заключается почтение власти, почтение и благословение. Это должно быть нашей жизни, нашей части. Мы станем наши ноги, мы сейчас помолимся. Продолжение следует...